Салам алейкум, Тумсо, как ты думаешь, убийство Зелимхана Хангашвили была своего рода зачистка до начала войны в Украине, так как он был большим амиром и мог объединить в какой-то мере чеченцев как-то? Так, скажи, пожалуйста, кого ты знаешь, кто примерно так же, как ты, открыто ведет оппозиционную повестку против Кадырова? Я многих знаю. Так, привет, Тумсо, на гербе Ичкерии изображен волк, но в исламе изображать живых существ, это харам, может стоит изменить гербе Ичкерии? Я думаю, об этом лучше поговорить с знатоками религии, если вы... Салам алейкум, Тумсо, как ты думаешь, убийство Зелимхана Хангашвили была своего рода зачистка до начала войны в Украине, так как он был большим амиром и мог объединить в какой-то мере чеченцев как-то? Алейкум ассалам. Нет, я так не думаю. Я думаю, что убийство Зелимхана Хангашвили было типичной местью российских спецслужб. Логику их действий я абсолютно понимаю. Смотрите, вот мы с вами смотрим на эту ситуацию, точнее не мы с вами, а кто-то, некоторые люди на эту ситуацию смотрят так, что вот были какие-то активные боевые действия на территории Чечении и Северного Кавказа с российскими оккупантами. И вот эта активная фаза, она закончилась, допустим, человек выехал с этой территории, как Зелимхан Хангашвили, он выехал с этой территории и люди думают, так, ну все, война на этом, как бы боевые действия на этом закончились и все, теперь якобы мирная жизнь началась. Но мы должны понимать, что война, она продолжается. От того, что там активная фаза боевых действий прекратилась, никакого там мирного договора, ничего подобного ведь не было. То есть война, она продолжается. И человек, даже когда он выезжает с территории боевых действий, он продолжает оставаться на войне. И вот Хангашвили в этом смысле, он оставался на войне, где бы он ни находился. И будучи в Грузии, на него было совершено покушение. То есть он, он просто формат этой войны для него поменялся, но охота на него продолжалась. И в итоге в Германии он пал от рук своего врага. То есть он погиб на войне, по сути своей. И поэтому здесь, я думаю, нет, не нужно здесь искать какой-то там стратегической выгоды для России и прочие вещи. Здесь есть просто элементарная месть. Российские спецслужбы, как сколько бы там провалов и так далее, всяких смешных вещей, типа отмывания, отстирывания трусов Навального, там такие, сколько бы ни происходило подобного. Тем не менее, российские спецслужбы остаются одними из самых мощных спецслужб в этом мире. То есть на них тратятся огромные деньги, у них огромные бюджеты. У них очень неплохая аналитика. Если они где-то в исполнении косячат, влажают, то в аналитике у них там все очень неплохо. То есть в плане, особенно в борьбе с Северным Кавказом, они в этом плане очень сильно преуспели. Анализируют, стратегии какие-то вырабатывают, как нас там друг с другом стравливать, как нас разделять таким образом, чтобы мы никогда не объединялись. То есть у них вот эта вот тема очень хорошо работает. Там не глупые люди сидят. Одной из таких особенностей и российских спецслужб, и тех же израильских, допустим, спецслужб, является то, что они не оставляют своих личных врагов. То есть те люди, которые непосредственно там нанесли какой-то урон именно ПСБшникам, эти люди попадают в списки на устранение, и они реально над ними охотятся, они их убивают. Таким же примером, допустим, уже, наверное, других спецслужб российских, но тоже спецслужб военных является отравление скрипалей, допустим, в Лондоне. Почему это произошло? Они их арестовали, они их обменяли. С помощью этого обмена они вытащили своих пионов. Но от этого приговор, вынесенный скрипалям, он не исчез. Понимаете? То есть там не было такого, все, вот мы их обменяли, и теперь мы их оставляем. Они были в списке на устранение, их нужно было именно убить, и они поэтому попытались осуществить это действие, но у них не получилось. Скрипали выжили. А вот с Хангашвили, видите, там получилось. Хангашвили погиб. В этом нет ничего странного, то есть в этом убийстве. То есть того, что мы не могли бы понять, почему это могло произойти, мы это понимаем. Другое дело, что правильно, что это неправильно, там нарушение законов Германии и так далее. Это все понятно. То есть мы сейчас не в оправдании это все говорим. Мы говорим о том, что это логика того, почему это произошло, нам понятно. Здесь не нужно искать какую-то конспирологию или скрытые стратегические смыслы. Здесь все банально и просто. Для Хангашвили, когда он выходил на этот путь, принимал участие в войне против России, он в принципе в любой момент был готов к тому, чтобы пасть от рук врага, и в конечном итоге он пал от рук врага. То есть его убийство Хангашвили для самого Хангашвили, для нас, не является каким-то унижением. То есть он как воин пал от рук врага. Я думаю, что многие люди, вышедшие на путь войны, они бы предпочли умереть от рук врага, чем, допустим, умирать в преклонном возрасте, будучи старым и больным, лежа прикованным в кровати. То есть выбор, я не в том смысле, что это хорошо, что Хангашвили убили. Нам, конечно, очень прискорбно, что Хангашвили погиб. Однако я имею в виду, сама гибель Хангашвили является, на самом деле, благом, иншаллах, для него. И мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы он даровал ему степень шахида. От того, что эта гибель настигла Зелимхана Хангашвили не на территории Чечения, Ингушетии или Дагестана, а в Германии, от этого суть не меняется. Он воевал с врагом, и в конечном итоге он пал от рук этого врага. Да помилует его Всевышний Аллах. Так, привет, Тумсо. На гербе Ичкерии изображен волк, но в исламе изображать живых существ, это харам. Может стоит изменить гербе Ичкерии? Я думаю, об этом лучше поговорить с знатоками религии, есть ли в этом какая-то проблема. Потому что, насколько я знаю, чтобы это было запретно, там, именно глаза, все это должно быть отчетливо. А если это только силуэт, то в этом нет проблем. В общем, там есть какие-то разные мнения на эту тему. Я не эксперт в религиозных вопросах, поэтому лучше не ко мне. Пусть об этом говорят, на эту тему дискутируют наши религиозные студенты. В Гузарменском районе в одном селе есть гора, и там уже лет 40-50 была надпись НИИСО. И гору так и называли. Но теперь из-за канала ФТГ они пришли и убрали эту выкопанную надпись. Это хороший результат, это хорошо. Хорошо не то, что они убрали, а хорошо, что для них теперь слово НИИСО ассоциируется, то есть с каким, с конкретным телеграм-каналом. И, то есть они теперь стали бояться этого слова. Для них слово НИИСО стало плохим. Это хорошо. Так, скажи, пожалуйста, кого ты знаешь, кто примерно так же, как ты, открыто ведет оппозиционную поездку против Кадырова? Я многих знаю. Я думаю, нет смысла здесь назвать каждого по имени. Вот есть тот же Хасан Халитов, допустим. Я думаю, и для тебя это не проблема. Есть конкретные лица, как я, допустим, там отдельный блогер или какой-то политический деятель. А есть некие объединения, группы. Они могут быть объединены в виде какого-нибудь канала, допустим. Либо там какой-то политической силы зарегистрированной, типа там в виде какой-нибудь там организации. Но даже когда есть какой-то телеграм-канал или ютуб-канал, и мы понимаем, что за ним, допустим, стоит группа людей, мы должны понимать, что они себя, ну, как-то позиционируют. Они на чем-то объединились. У них есть некие общие какие-то цели, объединяющие эту группу. Какие-то убеждения. И они, в принципе, работают. Да, кто-то это делает не так открыто, кто-то это делает открыто. И имена, допустим, мы знаем, но они все равно предпочитают свои лица, допустим, не показывать там как-то, уступать инкогнито. Но имена эти, в принципе, известны. И нам они известны, и нашим врагам они тоже известны. Субтитры создавал DimaTorzok